Казанский федеральный университет Земля бесплатна, заплатить нужно только за строительные работы Кто войдет в этот кооператив, решали коллегиально, исходя из ряда критериев Должен быть педагогический стаж не менее пяти лет, либо быть молодой семьей Самое главное, чтобы человек имел возможность финансировать, потому что это самофинансируемая самоорганизация граждан Ни кочегары мы, ни плотники Сами платим, сами строим и сами будем жить Это девиз кооперативного строительства советских времен Было популярным и востребованным Потому что люди такой системе доверяли, говорят сейчас эксперты Возможно ли ее возродить? Сегодня обсуждали специалисты со всей страны Мы вспоминаем те кооперативы Это главное было, что люди понимали, что они собственники Они отвечают за весь дом? Конечно, это их дом, это совместное имущество И тогда не будет проблем, кто будет убирать общие площади и так далее Были обманутые дольщики, нужно избежать обманутых пайщиков В один голос, говорят эксперты, минимизировать риски и помочь кооперативам Для этого изменения в законе и новая федеральная программа И здесь государство будет активно участвовать в этом процессе Как в выделении земли, так и в предоставлении льгот каких-то по кредитам, которые неизбежны, к сожалению С 2012 года в Татарстане в безвозмездное пользование кооперативам переданы 24 земельных участка Площадью больше 1000 гектаров Государству очень ограниченные возможности предоставлять жилье А жилищный кооператив позволяет именно демократизировать этот процесс И рынок несколько расширить возможности Осталось законодательно доработать чуть-чуть, там есть некоторые нюансы ЖСК как альтернатива долевому строительству Это реально, говорят эксперты Но пройдет не менее полутора лет до принятия соответствующего закона Сергей Хайдаров, Андерсен Тальцев, ТНВ, Казань Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»